перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание там будет ссылка на регистрацию у брокера бкс и обратите внимание что это лучше брокер россии я работаю именно с ним и у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию после регистрации у вас будет риф инвестор абсолютно бесплатный комиссия будет только за продажу ценных бумаг но если вы пассивные инвесторы не продаете бумаги то вообще никогда платить ничего не будете если вы трейдеры торгуете то есть фиксируете свою прибыль в таком случае для будет определенный тариф за 300 рублей в месяц сам тоже минимальной комиссии на рынке и в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса за пять минут подключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц комиссии 0 процентов и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант сергей он вам позвонит после регистрации но нужно будет подождать то что людей регистрируется много сергей один через какое-то время позвонит но если вы хотите сразу с ним выйти на связь у вас будет чатик с ним в приложении мобильном а также можете номер телефона в мобильном приложении увидите позвонить первые он поможет и портфель своих собрать инвестиционный бесплатно абсолютно и перенести актива другого брокера и вообще любой ваш вопрос решит поэтому регистрируйтесь посылка внизу лучшего брокера приветствую восьмая неделя инвестиционного эксперимента где веду счет брокерские с нуля до отметки в 500 тысяч рублей в месяц на данный момент счет составляет 830 тысяч рублей из которых 38000 находится в кэше в акциях чуть менее 800 тысяч портфель выглядит следующим образом я его никак не менял с последних выпусков однако ближайшие дни его немножко переформатирую переформирую пересоберу ребалансирую потому что это нужно сделать я вы собирал еще в 2023 году практически в таком же составе и на днях посмотрел сделал ресурс рынка и увидел что есть некоторые изменения которые нужно сюда внести давайте покажу что там по истории что я купил на этой неделе и хочу показать также дивидендную доходность которая была за последнее время потому что она достаточно существенно 26 июля купил следующие компании тут на самом деле чуть больше чем 20 тысяч рублей я напомню что по 20 тысяч рублей в неделю я покупаю акции на этом счету но там были недели когда чуть меньше 20000 инвестировал поэтому то на то и выходит роснефть мосбиржа интерао и ленэнерго я купил и давайте покажу дивиденды которые мне пришли на сначала июля вот отсюда обратите внимание насколько их много это связано с тем что ряд компаний которые вы видите сейчас на экране платят дивиденды в том числе и в июле давайте покажу теперь что происходит с моим счетом с точки зрения доходности вы можете здесь видеть что за сегодня акции упали значительно за все время падение составило чуть больше связано это в том числе с ростом ключевой ставки cb фондовый рынок снижается однако в этой доходности никак не фигурируют дивиденды я же в табличке считаю и их в том числе и здесь есть положительное значение включающие в себя 46 тысяч рублей дивидендной доходности обратите внимание на следующий график ожидаемые дивиденды в месяц мне не важно значение вот это вот пнл неважно сколько стоят мои акции если их продавать не собираюсь мне важно как и двигаюсь цель какими темпами моя цель 500 тысяч рублей дивидендами в месяц сейчас ожидаемая дивидендная доходность портфеля 7000 рублей в месяц чуть чуть поменьше и этот график стабильно растет да если у меня на счету будет скажем 50 миллионов рублей я захочу их вывести мне важно сделать это ну так скажем на пике рынка до того пока у меня счет не составит какую-то значительную сумму которая захочу на что-то вдруг вывести потратить мне в принципе не важно сколько стоят акции на рынке растут они или падают мне важно чтобы бизнес зарабатывал деньги и выплачивал часть из прибыли виде дивидендов до если акции падают мне на самом деле даже в плюс потому что в следующей покупке после падения я сделаю не то чтобы на дне рынка но дешевле чем мог бы сделать если бренд не упал и обратите внимание на дивидендную доходность 11.11 процента если акции будут стоить дешевле то эта цифра вырастет потому что дивиденды которые компании выплачивают они фиксированы они не то чтобы известная до планы компании могут поменяться в зависимости от каких-то обстоятельств но так или иначе ориентируясь на фиксированное количество дивидендов если стоимость акции меньше то дивидендная доходность выше и она сейчас 11 с лишним процентов чтобы вы понимали насколько это много покажу следующую табличку это простая таблица сложного процента где слева указаны года начиная с первого вот это размер счета это размер пополнения и это дивидендная доходность годовая обратите внимание что если я сейчас оставлю свой счет и вообще его пополнять не буду буду только реинвестировать дивиденды которые 11.11 в год у меня через 20 лет на счету образуется шесть с половиной миллионов рублей тот скажет копейки тем более что за 20 лет не могу не согласиться но обратите внимание что здесь не учитывается инфляция и не учитывается рост стоимости компании предположим что инфляция например будет 10 процентов в год на протяжении скажем следующих 20 лет тех же самых и ровно на этот процент акции будут расти если мы откроем индекс мосбиржи вы можете сказать что акции вообще не растут и акции растут на самом деле если мы откроем индекс мосбиржи посмотрим на большой дистанции их рост ну примерно равен инфляции даже в некоторых моментах он выше ну можно сопоставить уровень инфляции открыть посчитать и рост стоимость акции они ну плюс минус на самом деле будут совпадать это связано с тем что бизнес например не захватывает новые рынки не развивается просто имеет то же самое количество продаж своих товаров и услуг из года в год но просто цены эти товар услуги поднимаются из-за того что деньги обесцениваются понятно цены растут на все в том числе на товар услуги конкретного бизнеса и если он хотя бы остается на том же самом уровне все равно из года в год у него и выручка и прибыль будут увеличиваться ну соответственно будут увеличиваться и дивиденды и стоимость акций ну примерно вот как раз таки на уровень этого роста примерно на уровень инфляции смотря сюда мы понимаем что в таком случае шесть с половиной миллионов рублей это покупательная способность тех денег которые будут через 20 лет если инфляция будет огромной то эта цифра может быть и в сотнях миллионах выражена но покупатель на способность этих сотен миллионов будет как сейчас шесть с половиной миллионов рублей понимаете о чем и это достаточно много но в бейте в вот этот допустим показатель 11.11 ну скажем 4 или 5 процентов это в любой стандартный обычный год когда мы инвестируем мы ожидаем примерно вот такую доходность на которую можно ориентироваться и обратите внимание насколько сумма сейчас получается больше не вижу сейчас ни одной причины по которой можно игнорировать фондовый рынок и инвестиции на нем что ж иду к цели показываю результаты подписывайтесь на канал и не забывайте что в телеграме посылка внизу я показываю результаты чуть чаще оперативней там мысли еще даю ну и трейдингом крипто занимаюсь кому интересно там найдете много для себя полезных и важных вещей подписывайтесь